В Красноульской администрации 19 апреля состоялась церемония вручения наград родственникам погибших защитников ЛНР. Глава Республики Леонид Пасечник ценит заслуги военнослужащих перед Отечеством и награждает воинов за их самоотдачу, мужество и отвагу, а некоторых, к сожалению, посмертно. В Красном Луче прошло торжественное мероприятие вручения наград родственникам погибших военнослужащих. На таком печальном событии присутствовали представители городской администрации, юной армии, друзья, коллеги погибших и близкие люди. Орден за доблесть вручается супруге старшего лейтенанта Сапунова Сергея Георгиевича Сапуновой Светлане Валерьевне. Медаль за отвагу вручается супруге рядового Остапенко Артема Анатольевича, Остапенко Елене Николаевне. Медаль за отвагу вручается близкой родственнице, рядового попова Александра Александровича, Москаленко Галине Васильевне. Вручается матери рядового Кравчук Игоря Игоревича, Кравчук Елене Михайловне. Для родственников погибших это горькая утрата, которую нельзя описать словами или же заполнить ее. Матери, жены, дети потеряли своих самых дорогих мужчин. В конце мероприятия присутствовавшие почтили память погибших военнослужащих минутой молчания. Новости телеканала «Луч». В Уголовный кодекс ЛНР внесены изменения, в которых говорится, что за распространение дезинформации, содержащей данные о вооруженных силах Российской Федерации, ЛНР и ДНР, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Об этом рассказала начальник юридического отдела Ксения Власенко. В целях защиты интересов Российской Федерации, ЛНР, ДНР и их граждан, поддержания международного мира и безопасности, а равно содержащие данные об исполнении государственными органами Российской Федерации, ЛНР, ДНР, своих полномочий за пределами территории, соответственно, Российской Федерации, ЛНР и ДНР в указанных целях, наказываются штрафом в размере от 250 до 540 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Те же деяния, но совершенные лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказываются штрафом в размере от 1080 до 1800 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Если деяния, о которых говорилось ранее, повлекли тяжкие последствия, то они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Напоминаю вам, что минимальный размер оплаты труда составляет 10 245 рублей. Эвакуированные в ЛНР переселенцы должны пройти регистрацию для получения помощи. Об этом говорится на сайте лиц с ссылкой на прислужбу администрации главы ЛНР. Вне зависимости от способа прибытия централизованно или самостоятельно, каждому гражданину необходимо обратиться в администрацию города или района республики с документом, удостоверяющим личность, для прохождения регистрации и обсуждения возможности получения необходимых социальных благ. Говорится в сообщении администрациям поставлена задача оказать полное содействие в расселении, выдаче гуманитарной помощи, трудоустройстве, предоставлении возможности устройства детей в образовательной организации, консультативной помощи лицам самостоятельно расселившимся в арендованном жилье, либо находящимся у родственников. После регистрации также будет предоставлена необходимая помощь, сообщает в администрации главы республики. Кроме того, Леонид Пасечник своим распоряжением утвердил перечень пунктов временного размещения беженцев и зон боевых действий. В Красном Луче и на подведомственных территориях определено 6 пунктов. Маленькая красноучанка получила сильные ожоги. Об этом сообщает в МЧС. Вечером 18 апреля в амбулаторию скорой помощи обратилась жительница поселка Грушевое. Она привезла свою 9-месячную дочь с ожогами. По словам мамы, она отвлеклась лишь на секунду, а малышка подползла к стоящему на полу закипающему электрочайнику и опрокинула на себя. После оказания первой помощи девочку привезли в больницу известия. Диагноз. Термический ожог кипятком 2-3 степени, бедер, голени, стоп, предплечье, правой кисти 30%. Позже ребенка транспортировали в республиканскую детскую больницу. Красноучский ГПС МЧС ЛНР напоминает. Термические ожоги у детей чаще всего случаются в домашних условиях. Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать от них детей. Главный принцип предупреждения детского травматизма в быту – это постоянный контроль за ребенком. В Красном Уче регулируется численность бродячих собак. Об этом говорится на сайте администрации. В связи с участившимися обращениями граждан по вопросам агрессивного поведения беспризорных животных, 18 апреля сотрудники коммунального предприятия «Луганский центр утилизации отходов» на основании заключенного договора с администрацией нашего города провели работы по регулированию численности беспризорных животных в районе улиц Орджоникидзе, Первомайской, Ялтинской, Ленина, Харьковской, Первого, Второго, Третьего микрорайонов и Парковой зоны. А на этом наши новости подошли к концу. Для вас работал Тимур Акмаев. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok